Ага, только там шум такой, ага, знакомые все лица. Я вижу, вы уже все с ушами, да, так что это... Да. Куберкасси распространяются по всей Эстонии. Ступай в нашу банду, пока не поздно, а мы пошли гулять. Так, теперь идем туда. Куберкасси продакшн представляет. Может, что-нибудь еще и отснимем. Вот, и первая же инсталляшка. Сейчас зайдем. Тут все было промзона, то есть вот это вот все, это были цеха. Частично достроили, частично перестроили, получилось очень красиво. Причем это все, ну, я этого не помню, они настолько древние, но оно еще и дымило, говоря, что в центре Таллина вонючее производство было. Кто додумался, непонятно. Вот, очень белая собачка, да. Тут должны быть еще инсталляшки. Да, собственно, в любом порядке можно гулять. Ну, давайте тогда прямо, раз уж пошли. А, да, вот это самая прикольная инсталляшка. Ну, днем тут народу вообще немерено. Сейчас никого нет, то есть явно оно вечером не функционирует. А, ну да, вот к разговору о том, что это промзона. Вот, и сейчас самая красивая инсталляшка. Это китайский календарь, вот эти вот года. Человек сидит, и вот все напротив. Здорово. Где, может, и кто? Блин, я не помню. Я, я что, я... А, типа каждый встанет у своего, это оригинально. Ой, ой. Что я боюсь? Я без понятия. А мне сейчас тоже надо проверить, что я. Заяц там. Между змеей и львом. А я, как ни странно, не кошка, потому что нет такого года. А вот этот справа. Но тут неправильно, мне не нравится. Вот, замечательно вообще. Выберите свой год. Так, давай я хоть по порядку назову, дорогой зритель. Знаешь, мышь, бык, лев, заяц, дракон, змея, лошадь, козел, девушка красивая, обезьяна, петух. Это кто? Собака. Собака, да. И справа я. И кто мне скажет, это кабан. И ничего не знаю. Хорошо. И у меня там был еще год, кажется, огненного вепря, что-то такое. Но что я не ряха, это факт. Так, чудненько. И вот этот вот человек сидит и типа, я бедное и несчастное существо. Я ни в чем никогда не виноват. Во всем виноваты вот эти зверюги. В чей год я родился. На них все отмазки. Так, вот здесь вот у нас центральный кинотеатр. Кока-кола-плаза. И он впечатляет тем, что он совершенно не впечатляет. Это обычный квадратный белый сарай. Я не понимаю, почему центральный кинотеатр так выглядит. Но так выглядит. А здесь парничок. Мне прям интересно стало. Ну да. Отдыхай с удовольствием. А что, прикольно. Ну да. Я бы отдохнул, только двери дед. А здесь у нас очень бокрая искусственная травка. Почему бы дед. Так. Кошечки явно заинтересовались человеком. Он еще и босиком. Надеюсь, там этот человек не голый. А то опять же, ютуб не пропустят. Вроде не голый. То хорошо. Так. Мы продолжим, не переключаясь. Тут написано место для согрева и отдыха. Но есть одна маленькая проблема. Нет двери. Поэтому, вероятно, не для нас. Ее вообще нет. Но это просто стекло. Там замок. Может быть, она днем работает. Но я не уверен. Ладно, пошлите куда-нибудь туда, например. Так. Две трубы. Медведи. Ну, почему бы и нет. Почему бы и не медведи, действительно. Только, как всегда, мы с той стороны подходим. Да, это без вопросов. И вот это вот тоже все еще с красной подсветкой. Великолепно. Ночью я, кстати, тут не был. Так. О, смотрите, это вообще заяц. Вот только в телоте не видно. Здорово. Кто в него залезет? Катя, ты давай. Катя, ты инициатор. Да, давай сразу. Так, тут еще медведи. Медведи это нынче не политкорректно. Их надо было снести. Некрасиво, некрасиво. Ну, хотя в Эстонии, вероятно, тоже есть медведи. Так. Туда точно не пойдет. Так что идем прямо. Потому что кинотеатром все заканчивается. Вот это вот унылый кинотеатр. Я имею ввиду, что кинотеатр-то хороший, но он и в плане архитектуры. Я помню, мы с мамой, когда только-только вышел первый «Аватар». Блин, 10 лет назад, наверное, как давно это было-то. Вот мы в 3D сюда ездили смотреть из другого региона. И полностью... Так, дорогой зритель, прости. Я просто не снимаю много людей. Они не любят, когда их снимают. Так, пожарная тревога, что ли? Поход. Так, здесь мы можем наблюдать тигра. Весьма металлического. Только я не знаю, что он тут делает. Он, видимо, стоит. Здесь вообще какой-то стонхенш. Каменные головы. Чего тут только не увидишь? Очень страшные манекены. Мало того, что два серых, третий вообще желтый. Желтуха у него, что ли? Зачем такое делать? Я вообще не понимаю. А, я понял, понял. Политкорректно, да? Это азиатский манекен. Чего? Манекены. Черные манекены именно поэтому, что политкорректно. А вот насчет желтых, видимо, да. Тут должен быть огромный бык. Но я его не вижу. На километре кто? Бык. Где-то здесь. Ну, ладно. Значит, мы его не нашли. Рядом с собакой должен быть бык. А быка нету. Ну, вероятно. Поздороваемся с собакой. Хорошая собака, хорошая собака. Так, вот здесь вот у нас прекрасный вид на А-терминал, Д-терминал. Смотри предыдущий ролик. Вот, да, Д-терминал. Очень красивых девушек с кошачьими ушками. Здесь у нас должны быть яхты. Кстати, они даже тут есть. Ой, и очень-очень яркий слепящий прожектор. Ну, это, естественно, Таллинский порт. Сейчас мы что-то покажем. Там шикарная площадка для отдыха туристов. Ух ты! Как интересно! Вот вы-то не поймете... Ладно, понятно. Дело в том, что у этого парома носовая аппарель. А насколько я знаю, после катастрофы парома Эстонии носовые аппарель запретили. И должна быть кормовая аппарель. Так что можете написать в комментариях, почему у него носовая. Я этого не знаю. Может, снова разрешили. Вот здесь вот у нас будет построен грандиозный квартал. Ой, слепет адский. Вот так. Дорогущий, естественно. Здесь у нас огромные вазы. Тут шикарные скамеечки. И вообще тут все очень интерактивно, все очень красиво. Все очень-то видно. Так. Обожаю вот эти вот скамейки на цепях, но сильно вероятно, что они все мокрые. Блин, какие-то они качаются, да? Да. А у вас таких нет? В Эстонии во всех городах такие есть. Ну, они реально мокрые. Так что, видимо, идем смотреть яхты. Ну что, пытаемся яхты смотреть? Они если есть, то там. Пытаемся. Хорошо. Мы не падаем. Ну, катер тут точно стоит. Когда этих всех раскопок не было, ну и, естественно, в теплую погоду, тут вот вся эта гавань была... Тут стояли яхты, причем тут стояли дорогие. То есть, в Пире-то там есть еще одна стоянка для бюджетных яхт. И там много. Здесь именно элитные. Дороже. Классно. Разве что фонари тут специфические, видимо, для создания интимной обстановки. И опять вот это вот, Бэтмена, что ли, вызывают? Что это вообще такое? Ну, мы его съедим. Кошки мы или где. Нам нужна еда. Бэтмен, явись. Ммм, аппетитно. Для тех, кто не знает эстонского, называется, конечно, забавно это здание. Садом. А что значит? Вообще, садом это порт. Но звучит прикольно. У меня вот тоже подруга работала в театре, который называл... В кафе. Не в театре. Вот. И оно называлось тоже садом. Мы его озвучивали как садом. Оно, кстати, и выглядело как-то очень стрёмно. В красном антураже, видимо, соответствовало. Там любили проводить корпоративы, а потом она притаскивала там огромную бадью какой-нибудь элитной еды в огромном количестве. Потом неделю это ели. Ну, когда на широкую ногу гуляют, то там много чего остается, что даже на стол не выставили. Что с этим потом делать? Разбирают, соответственно, персонал. А турк что значит? Турк это рынок. А, рынок? Да, то есть это портовый рынок. Ну, вот одна яхта есть. А, вон. Вот, есть только. А, вот. Нам вообще повезло. А ты понимаешь, эстонский? Финский сильно похож на эстонский? Финский похож на эстонский, но я сомневаюсь, что эстонец поймет финна. Потому что это ростные языки в плане, но разные. Ну, а, ну, с другой стороны, куда его могли убрать? Насколько я знаю, это знаменитый пароход, только его история написана рядом с ним. Вот, так-то могу что-то вспомнить. Я помню, что при распаде СССР этот пароход гулял по скандинавским странам, и, по-моему, как раз в Швеции его хотели прибрать к рукам, потому что там давние терки были. Наши не заброшенные. Да, да, да. Да, но эстонские моряки сориентировались и просто оттуда свалили, пока они там разбирались, куда его надо, да. Что-то осталось. Ну, в принципе, наверное, и плавать можно, я имею в виду, что лед точно будет не скоро. Просто вы куда милее, чем все остальное. Думаю, что зритель оценит, надеюсь. Ну, если вот это не оценит, я уж не знаю, что там еще надо. Я даже название придумал, да, там шведская семья в Талине, еще прикольно же. Вот с кодовыми замками пирсы, чтобы кто попал и яхты не угонял. А, ну да, с таким забором сюда сложно залезть. Хотя я думаю, что при большом желании там можно. А что, взял, залез, на вот этот кортик. Да. А дальше куда? Ну, за эту сетку можно, в принципе, и зацепиться и перелезть. Да, согласен. Там история этого судна написана на самом судне. Насколько я помню, это вообще чуть ли не последнее в Европе судно с паровой машиной. То есть, это знаменитая штука. Сейчас посмотрим. А, здесь еще очень прикольная столяшка. К якорю привязан как бы маленький дирижабль. О, классно. Да, вот такие вот мелочи, да, это в Талине великолепно. А вот это вот судовая лебедка паровая, настоящая. Так, ну давайте посмотрим, раз уж мы сюда пришли. Удачно пришли. Так, это... Я затрудняюсь сказать, что это, по-моему, просто... Сборка чего-то прикольного. Мина? Хотя, может... Нет, это точно не мина, это скорее на подводную лодку похоже. Тут даже подписано. И будет он судить народы и обличит многие племена и перекуют мечи свои наоралы и копья свои до серпы. Не поднимает народ меча и не будет более учиться воевать. О, как. Но все равно это неведомая хрень, что это еще может быть. Так, там должна быть история написана этой штуки. У него хоть название-то есть, да, да. А, адмирал. Неслабо, неслабо. Такой лодочке, конечно, далеко. Вон, там, видимо, расписано, где он был. А, это его название. Вот, видите, перечислено, как он назывался на иллюминаторах. В каком году, как назывался. Сейчас адмирал. Так, ну и давайте мы прочитаем историю, расширяясь на русском. Ну что, я всем читаю историю? Пароход-адмирал. Пароход-адмирал, последний российский морской пароход с действующей паровой машиной. Морской паровой буксир «Адмиралтеец» был построен в 1956 году в Ленинграде на заложенном Петром первой верфи Петрозавод. Работал буксир на адмиратейском объединении, участвовал в сдаче более 200 кораблей и судов, вытаскивал их на большую воду. В 88-м году был приобретен истовским комперативом «Ю», как уникальный пароход, участвовал в морских праздниках в Финляндии и Германии. Его пытались отжать в гамбургере. Нарушал морское пространство Швеции, точно. Демилитаризировал подводные лодки, участвовал в строительстве атомного крейсера Петр Великий. С 1994 по 1996 год переоборудован в салонный пароход. Экипаж парохода организовал морские праздники. На борту открыта историческая выставка флота. Возможно, заказать экскурсию. Не в такую погоду, естественно. Тем не менее. А вот это, видимо, средство экстренной эвакуации, я могу сказать, что это уникальная русская разработка, но это просто хрень, собранная из металлолома. Выглядит прикольно, да. Алексей бы скинул, ловите. А это, видимо, старые портовые зарисовки вот этой инсталляции, судя по тому, что там написано. Я, кстати, удивляюсь, что здесь есть русский, возможно, для украинцев. Обычно русского в Талине нет. Два языка идут, эстонский и английский. Кстати, этот роттерман, где мы гуляли, виден отсюда, и он очень красиво выглядит. Вот там красный светит, там желтый. Да, там и гуляли. Прекрасно. Так, уважаемый зритель, прости, но у меня замерзли руки, так что я покажу тебе для красивых девушек, а потом еще что-нибудь когда-нибудь покажу. вот, дорогой зритель, посмотри на эстонские кораблики. Это наш собственный флот, построенный в Эстонии. Это максимум, что Эстония может построить. Зато большой, да. А еще тут бетонные ежи. Причем смысл в том, что, видимо, на все бетонные ежи денег не хватило, и поэтому часть из них пластиковая, что с подсветкой. Что это такое? Ну, вообще, бетонные ежи, это ограждение в порту подо что-нибудь. Так. Вот сейчас я вам всем покажу усиду эстонского юмора. Итак, вот здесь где-то далеко-далеко-далеко начинается набережная, и заканчивается она вот этой вот великолепной 100-метровой дорожкой, по которой мы с вами сейчас пробежимся. Вы, не обязательно. А я пробегусь. Нас преследует кошка. Надо убегать. Я вам гарантирую, что это того стоит. Но только нужно пробежать 100 метров, осталось еще 60. Здесь у нас шикарный вид на терминал проезда нет. здесь на море. Здесь весь Таллинн, просто пол-Таллинна, ну, как бы его не видно, но тут, ну, вот там по огням, да, туда аж давимся, где уходит Таллинн. Вот. Но самое прикольное вы увидите чуть позже, не переключайтесь. Вот. Вот, 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 вот. Мы пробегаем 80 метров, мужественно пробегаем 90. Сто! И теперь мы чемпион подрядим в бетон. Вот. Со самой вершиной. То есть, кто-то не в курсе, да? Он разбегается. И все. И мы его теряем. Я не знаю, тут хоть бы подушечку, что ли, постели. Да. Вот именно так заканчивается Истовская набережда. Вырискнем отснять таллинн и концовочку. шведская семья уже замерзла. Думаю, что целиком ее согреть не получится. Я хоть и фиберкайс, но не настолько крут. Так что нужна твоя помощь. Ну, будем считать это финалом. Сейчас шведские кошки вернутся обратно в отель. Я с ними не пойду. К сожалению. Вот. А я, соответственно, к себе. однако завтра эта прогулка будет продолжена. Посмотрим как. Пока-пока. Хороший люк. Пока-пока.